Если он ловил книгу, которая за полю залит, то можно провести другую смену? Не то. Дело в том, что если вы начинаете менять стратегию во время игры, это означает, что на самом деле вы не правильно справляете. Сначала так, а вот если не получилось выиграть, то играем по-другому. Нет, если не получилось выиграть, то не получилось. Надо изначально четко справлять стратегию. Вызов второго. Отлично. В таком случае я играю за первого человека, а то вот так. Как вы мне ответите? Ага. Слушайте, это называется неповоротное. Название? Центральная симметрия. Центр симметрии действительно есть у прямоугольника. И идея такая. Когда у вас есть прямоугольник, ну или круг, то когда вы берете другую точку, то вы соединяете ее с центром и продлеваете такую же длину. Вот эти две точки называют центрально симметричными. Я сделал ход в один угол. Он сделал ход в другой угол. И действительно относительно центра, но единственное, вы чуть-чуть перекосили, надо было вот так. Надо было вот так. Тогда было бы правнее, даже на самом деле сильно так. Ну ничего, это понятно. Если бы я сходил, например, сюда. Куда бы вы пошли? Да, отлично. Итак, выигрывает второй, отвечая на каждый ход первого, центрально симметрично. Все поняли? А если бы за лист от центра? Вот. Проблема в том, что это неверный ответ. Проблема в том, что первый игрок смог сходить не сюда. Первый игрок мог занять центр. Ваша стратегия после этого уже неприменима. Сходите куда-нибудь. Отверьте. Да. Конечно. И я отвечаю вам сюда. И все, и вы проиграли. Потому что я перехватил должность второго. Я первым своим ходом занял центр так, чтобы картинка, она вначале была центрально симметричной, чтобы она осталась центрально симметричной. То есть я не просто случайно занял центр, но положил книжку симметрично относительно центр-прямоугольника. И после этого на любой его ход я буду отвечать симметричным ходом. И я буду восстанавливать симметрию, и поэтому он проиграет. Поняли? Выигрывает первый игрок. Выигрышная стратегия. Кстати, я не утверждаю, что она единственная. Может быть, кто-нибудь придумает какую-то другую. Но вот та, которую я знаю, выигрышная стратегия состоит в следующем. Занимаем центр, ставим туда тоже симметрично нашу крышку. И после этого на любой ход второго отвечаем в центрально симметричном ходе. Спасибо. Так, отлично. На самом деле таких задач существует на свете очень много задач для симметрии. Давайте разберем еще один пример. Спасибо.